Террамобил. Нефтекамск. Янаульская 1А. Телефон 2-36-88. Анна Шамсудинова стала заводчиком собак еще в 90-е годы прошлого века. На тот момент в городе не было ни одной площадки для выгула четвероногих. Любовь к братьям нашим меньшим переселила все неудобства, и нефтекамка продолжила содержать собак. Однако даже спустя 30 лет ничего не изменилось. Чтобы выгулить животных, Анна и ее друзья вынуждены использовать исключительно дворы своих частных домов. Нет хотя бы элементарно огороженных мест, где никто бы не сделал замечания. Поэтому просто-напросто друзья по выходным приезжают ко мне, по 5-6 человек, чтобы погулять, спокойно собак отпустить, и чтобы они побегали в свое удовольствие, порезвились, поиграли. То есть на моей территории личной, огороженная территория, и мы никому не создаем проблем. На встречу пришло более 20 собаководов, и большинству из них еще сложнее выгуливать питомцев. Они живут в многоквартирных домах. Фагим Низамов, как депутат городского совета, вот уже год пытается помочь любителям животных. Я считаю необходимо, что надо обязательно предусмотреть эти площадки. Одну или две мы посмотрим по количеству людей, которые собрались, и насколько это потребно нашему обществу. И будем делать все для того, чтобы помочь нашим любителям собак. Собаководов города поддерживают и ветеринары. Они уверены, появись в Нефтекамске специализированные места для выгула, и собаки будут меньше болеть. Вот гуляют, скажем, где-то и в поле гуляют, и там, ну еще где-то. Ну я даже не представляю, где они, но они хватают этих клещей, и собаки болеют. Позиция городской администрации в этом вопросе неоднозначна. Они вроде и не против обустройства площадки, но и инициативу чиновники проявить не готовы. В подтверждение этому представитель местной власти цитирует выдержку из постановления правительства России. У нас вот есть 1300-е постановление правительства Российской Федерации. Вот на основании этого закона жители могут обрететь заявление только обустроить эти участки за счет собственных средств. В противовес этому прозвучали слова помощника депутата городского совета. Он тоже ссылается на федеральное законодательство. Каждое законодательство, оно содержит такие требования к местной власти о том, что они должны обустроить, допустим, закон об охране правительства среды. Как бы, полегусь просто по закону, содержит данное требование. И более того, этот закон предусматривает и ответственность местной власти, если не создаются такие площадки. Потом закон по общих принципах организации законодательства представительных органов государственной власти в субъектах Российской Федерации тоже содержит данное новое. Далее закон по ветеринарии, о санитарно-педагогическом долгополучии населения, санитарные правила, профилактика беженства среди людей, санитарные педагогические правила. Вот эти все законы, они содержат обязательства местной власти обустроить и создать такие места для выгула собак. В Нефтекамске существует три потенциальных места для выгула собак. Первое – по улице строителей. Здесь даже выделили земельный участок, который успели документально оформить. Однако нет ни забора, ни освещения. Вторая площадка возле шестой школы. Здесь забор и освещение есть, а вот документов нет. Еще одно место для выгула собак в Нефтекамске пока существует только на бумаге. Это территория возле озера Светлого, которую планируют обустроить в рамках программы местных инициатив. Собаководы города надеются, что благодаря общим усилиям все три точки получат должное оформление. И проблема хотя бы частично будет решена. Слово «частично» здесь фигурирует не случайно. Ведь трех площадок на город с населением в 140 тысяч человек, среди которых немало собаководов, явно не хватит. Лариса Миронова, Заддавлечин, информационная программа «Время новостей».